В давние времена, когда Украина имела форму шара, а свиньи в межсезонье сбрасывали с себя сало, все люди на земле жили счастливо. Общеизвестно, что первым народом на земле, прародителями всего человечества, были древние укры. Самого первого укра звали Адам, и было у него два сына, Богдан и Иван. Первый был хороший, а второй — Москаль. Украинская история, велика и многогранна. Это истоки древней Спарты, земле обетованной. Это самый древний народ, от них произошел весь человеческий род. Иван очень сильно завидовал Богдану и хотел его убить, но Богдан сбежал от него на Карпаты. В те времена климат на планете был другой, Карпаты были островом и находились в Атлантическом океане. Богдану там понравилось, и он основал первое государство — Запорожскую Атлантиду. Потомки Богдана изобрели колесо и велосипед, одомашнили свинью и основали Киев, Жмеринку и Бавилон. Москали в это время были еще неандертальцами, охотились на мамонтов и думали, как бы разрушить цивилизацию древних укров. Иисус Христос, Дева Мария были украинцами, так же, как и все его апостолы-любимцы. Только Иуде не было веры и спуска, потому что он был, разумеется, русским. 150 тысяч лет подряд коварные соседи посягали на ее земли. Под натиском захватчиков она когда-то пала, но не пала ее великая слава. Бог разгневался на москалей за то, что они хотели уничтожить эту светлую цивилизацию, и тогда наслал на них ледниковый период. Но москали стали добывать газ и греться. И тогда юный, отважный укр по имени Микола Прометей украл у москалей газ и принес его людям. Потом лед растаял, и начался всемирный потоп. Древние укры построили ковчег и спаслись на нем. Но в районе Египта ковчег столкнулся с айсбергом и затонул. Древние укры тогда высадились в Египте и начали строить пирамиды из Тонтхедж. Завершив строительство, они расселились по всему свету и принесли человечеству божественные звуки мовы. Про языка, от которого произошли все прочие языки. Приручили коня, изобрели колесо и плуг, вырыли черное море без особых потух. Это они из плоской земли сделали круглую, так же первыми ступили на поверхность лунную. Сохранились древние наскальные рисунки. На летающей тарелке укры продувает форсунки. Рядом дикий москаль, губубу, не ляжет даже слогами. Древние укры были для них богами. В то время самым прекрасным городом после Киева, который был заново отстроен в Дельте Нила, была Троя. Троя находилась в Крыму и была всесоюзной здравницей. Но однажды проклятые древнегреческие москали разрушили Трою. И тогда троянские украинцы во главе с атаманом Энеем основали Древний Рим, где выстроили Колизей. Кроме всего прочего, но уже на Днепре был построен еще один город Киев. Новый Киев стал культурной и духовной столицей. Здесь было множество церквей и универмагов. Как символ своего свободолюбия, украинцы построили Майдан Незалежности. Самый большой Майдан в мире. Здесь же был основан первый университет в мире. В нем изобрели порох, двигатель внутреннего сгорания и теорию относительности. В это время уроженец Житомира Кристофор Колумбенко открывает Америку. Но думает, что попал в Украину. Только как бы с другой стороны. Поскольку вышивка ацтеков в точности совпадает с гуцгульскими узорами, Колумб еще не знает, что Америку на самом деле открыли украинские казаки, где на берегу реки Потамак основали Сечь, а потом и Вашингтон. На скале, видя такое благосостояние свободолюбивого украинского народа, оккупируют одну шестую части всей суши, в том числе и украинские газовые месторождения в Сибири. Только мужественная борьба АУНУПА помогает восстановить историческую справедливость и спасти человечество от москальской угрозы. Украинская история, велика и многогранна. Это истоки древней Спарты, землеобетованной. Это самый древний народ, от них произошел весь человеческий род. Приручили коня, изобрели колесо и плуг, вырыли черное море без особых потух. Это они из плоской земли сделали круглую, также первыми ступели на поверхность лунную. Сохранились древние наскальные рисунки на летающей тарелке. Укр продувает форсунки, рядом дикий москаль. Бу-бу-бу не вяжет даже слогами, древние укр были для них богами.